МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ольга Алексеева. Сегодня выпуски. Транспортная неделя. Глава Чувашии принимает участие в международном форуме в Москве. Новый статус. В Чебоксарах обсудили перспективы агрегатного завода, где введено конкурсное производство. Чуваш Кредит Промбанк. Продолжение. Второй день вкладчики получают выплаты. В Москве стартовала традиционная транспортная неделя. В международном форуме принимает участие глава Чувашии. Сегодня Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч с руководителями федеральных ведомств. С подробностями Дмитрий Ковалев. Транспортная индустрия продолжает движение вперед. Уже никого не удивишь беспилотными машинами, спутниковой навигацией, скоростными поездами и даже атомными ледоходами. Но и потенциал у отрасли еще большой. В ближайшие годы регионам предстоит реализовать масштабные проекты. Среди приоритетов строительство скоростной трассы Европа-Западный Китай, маршрут которой пройдет и через Канаж. С вводом этой дороги время в пути от Москвы до Казани сократится в два раза. Приступят к работам уже в следующем году. За последнее несколько времени было несколько встреч совершенно конструктивные. И мы уверены, что дорога, которая будет проходить по территории, даст толчок развитию экономики. Продолжится и реконструкция федеральных дорог. В ближайшие годы должно сократиться количество аварийных участков и разгружен автомобильный трафик. Частые пробки – главная проблема трассы М-7. Меньше будет дорожно-транспортных происшествий. Культура и поведение и водителей, и пассажиров улучшится. Трассы будут освещаемые. Это практически другой вообще уровень культуры будет. И рядом будут развиваться кемпинги. Это пункты общепитов, пункты сервиса. Республика претендует и на многомиллионные суммы из федерального бюджета. В рамках национального проекта в муниципалитетах должно стать больше качественных и безопасных автомобильных дорог. Только в этом году было отремонтировано более 350 километров. Задача главы региона – ужесточить контроль за работой подрядчиков. И все те инфраструктурные проекты, которые обозначены в наших государственных программах, а мы участвуем в наших федеральных программах, они реализовываются, ежегодно вводятся в десятки объектов. Еще одна тема форума – развитие системы ГЛОНАСС. К спутниковой связи подключено уже порядка 4 миллионов автомобилей. Но эффективность работы навигационной программы оценивают по спасенным жизням. В этом году он еще не закончился. В системе эра ГЛОНАСС поступило 26 тысяч вызовов. ГЛОНАСС успешно работает не только в системе обороны, но и во всей транспортной сфере. Начинает все больше работать в автостраховании, например. Рабочий график главы региона Плотный. Михаил Игнатьев принял участие в деловом завтраке от федерального министра, встретился с руководителями субъектов, а затем стал гостем газеты «Комсомольская правда». Михаил Игнатьев обсудил с главным редактором газеты Владимиром Сунгоркиным планы по подготовке целой серии статей о Чувашии к ее столетию. А вот как создается «Комсомольская правда». В круглосуточном режиме работаем? Круглосуточно работаем. Работаем без выходных, без праздников. Сбудящий график. Сайт 4 миллиона 821 тысячи уникальных посетителей за сутки. Журналиста Александра Гамова интересовала реализация национальных проектов в регионе. Одна из тем – капитальный ремонт дорог. Без реализации инфраструктурных проектов невозможно быть современным, невозможно сегодня реализовать те инвестиционные проекты, которые касаются самореализации даже молодежи. Большое интервью главы региона в ближайшее время выйдет в радиоэфире «Комсомольской правды» и опубликовано на страницах газеты. Спасибо. Очень приятно было пообщаться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Для управляющих компаний и ТСЖ, чьи счета находились в Чувашкредитфромбанке, возможно отсрочка платежей ресурсоснабжающей организации. Переговоры уже начались, сообщил председатель Кабинета министров Иван Моторин на сегодняшней сессии Государственного совета Чувашии. Свои сбережения в банке, у которого 7 ноября отозвали лицензию, хранили 37 тысяч человек. 18 ноября начались страховые выплаты тем, кому они положены в первую очередь. Для информации, за вчерашний день 390 человек получили свои страховые суммы, порядка 250 миллионов рублей, средняя выплата на одного вкладчика 641 тысячи рублей. Мы можем ориентироваться, что в течение месяца большая часть средств будет получена вкладчиками, которые подлежат страхованию и соответствующим выплатам. Сложной ситуацией оказались ТСЖ, которые сейчас по закону не относятся ни к физическим, ни к юридическим лицам, а значит имеют право на компенсацию только в третью очередь. Также в непростом положении управляющие компании, которые не успели перевести ресурсникам деньги, собранные жильцов за месяц. Ведется работа по рассрочке платежей с ресурсоснабжающими компаниями, оценивается вообще в целом финансовое положение, и после этого будут выработаны меры поддержки в том числе данных организаций. Вторым в повестке дня сессии стоял вопрос о бюджете региона. На 2020 год консолидированный бюджет составляет 63 миллиарда 800 миллионов рублей. Он с профицитом в 200 миллионов. Основные статьи расходов неизменны. Образование, соцсфера, здравоохранение. Больше 4,5 миллиардов пойдут на строительство, ремонт и содержание дорог. 355 миллионов на благоустройство дворов, парков и скверов в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Предусмотрены в бюджете деньги на снабжение населения чистой и питьевой водой. В рамках реализации указа главы о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения планируется привести в технически исправное состояние водозаборные скважины и водонапорные башни. На эти цели предлагается направить 200 миллионов рублей. Миллиард 200 миллионов заложено на оздоровление Волги. В центральной части Чебоксары, столичном микрорайоне Волжский, построят очистные для ливневых стоков. Сейчас все, что течет с городских дорог, прямиком сбрасывается в реку. Бюджет депутата приняли большинством голосов. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Вчера записались, сегодня получили. Вкладчики Чувашкредитпромбанка уже второй день получают выплаты в отделениях Россельхозбанка. Сегодня очередь у дверей банка-агента значительно меньше. Клиентов обслуживают за 10 минут. Вчера я пришла записалась, на сегодняшний день. Меня обслужили очень быстро, в течение 10 минут. Свой вклад я перевела в другой банк, потому что у меня там был открыт счет. Деньги мне переведут без комиссии. Можно даже не приходя в банк записаться электронно, что вот я и сделала. Мне потом отзвонились в банк, сказали в какое время подойти. Мне показалось это очень удобно. Меня очень хорошо, быстро обслужили, предложили интересные вклады. Вот я уже один сейчас оформила. Касательно выплаты клиентам Чувашкредитпромбанка сообщаем, что все проходит на штатном режиме. Сегодня второй день выплаты. Наблюдаем уменьшение очередей. Для того, чтобы ускорить процесс выдачи, мы подключили 11 офисов. Также есть выделенные номера телефонов для регистрации клиентов. Также можно направить сообщение на регистрацию через электронный адрес. С 1 ноября на Чебоксарском агрегатном заводе ввели процедуру банкротства и конкурсного производства. Но предприятие продолжает работать. Ситуации на месте ознакомился премьер-министр Чуваши Иван Моторин. Банкротство ввели из-за больших долгов агрегатного завода. Но это совсем не значит, что поставили крест на производстве. Предприятие продолжает выпускать ходовые системы и запасные части для промышленной и сельскохозяйственной техники. Производит загрузка мощностей, освоение новой продукции. Сегодня мы видим, что планы у агрегатного завода по году выйти в объемах в два раза больше 2018 года. Идет изменение логистики, номенклатуры товарной. То есть завод развивается и надеюсь, что все планы будут осуществлены. Рост промышленной, который зафиксирован у нас по 10 месяцев в 104,8%, он в первую очередь связан с работой предприятий концерна. Это сегодня драйв для развития всей промышленности. Коллектив и производственные компетенции предприятия сохранены. Работников и оборудование юридически перераспределили в другие компании концерна. А фактически все остается на своих местах, на тех же площадях, как это было и раньше. Руководство уже строит планы по использованию мощности агрегатного завода в новом статусе. Понадобятся еще рабочие. Мы расширяем номенклатуру железнодорожного литья, номенклатуру тракторного литья. Осваиваем продукцию для комплектации импортной техники. Катерпиллер, КамАЦу, гусеницы уже умеем выпускать. Гусеницы, катки выпускаем. Поэтому мы не собираемся на этом останавливаться. Сейчас ведем переговоры с Вольво, чтобы на их технику, которую они собираются выпускать в России, тоже литье, паковки и механичку делать здесь. Станочники нужны. По поводу литейного, я думаю, что мы некоторое время приостановим набор в литейное производство, потому что нужно соптимизироваться. Два завода слились, номенклатуру передать. Но по агрегатному заводу, кузнечное производство, механическое, это люди нужны, станочники нужны. Здесь дефицит. Повышение качества продукции и расширение рынка сбыта руководство считает своей главной задачей. Оказывается, вся всесторонняя поддержка предприятия. И от лица концерна тракторных заводов выразить благодарность, потому что без совместной работы, без движения в обе стороны, достаточно сложно поднимать предприятие. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика. Строительство жилья, ремонт дорог и дворов. Какие муниципалитеты сдают объекты в срок, а кто оказался в уйдсайдерах? Кто виноват и что делать? Эти и другие вопросы глава Чувашии обсудил на совещании с главами администрации муниципалитетов. В этом году в республике должны были ввести в эксплуатацию 672 тысячи квадратных метров жилья, из которых индивидуального 182 тысячи. К сентябрю было готово 59% запланированного объема. В ряде муниципалитетов картина сложная. Риск недостижения планового показателя связан с недостаточными темпами строительства индивидуального жилья. По предварительной оценке в 2019 году может быть введено в эксплуатацию 137 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 75% к плановому показателю. По тем районам, где нет строительства жилья, у вас практически жизнь начинает останавливаться. То есть начинается застой. Молодых специалистов не привлекаете, дома новые не будете строить, ряд других там последствий. На ремонт местных автомобильных дорог в районах и городах Чувашии в Дорожном фонде предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Было запланировано отремонтировать 360 километров автодорог и 182 дворовые территории и проезды к ним. В границах муниципального района сейчас обновили 69 километров из запланированных 74. Но при этом возникают проблемы из-за неправильно оформленных документов. Этим грешат и заказчики, и подрядчики. Если говорить по районам, то есть там, где оплата ниже 70%, они указаны на слайде. Это Канарский район, Красночитайский, Нарпасадский, Урманский, Чебоксарский и Шевушинский район. По факту закладов муниципальных отделов работы выполнены в полном объеме. В то же время причинами освоения средств Дорожного фонда это низкий тем прием к исполнительной документации. Ответственность за своевременную сдачу объектов лежит на муниципальных заказчиках и подрядчиках, подчеркнул глава Чувашии. Также за главами администрации районов и городов остается контроль за завершением всех работ на их территории. Подрядчиков-нарушители ждут санкции и включения в список недобросовестных. Сейчас особенное внимание строительству жилья и созданию комфортной среды в районах республики. Идет подготовка к реализации программы «Сельская ипотека». Она заработает с 1 января 2020 года. Все желающие воспользоваться льготным кредитом не должны столкнуться с проблемами. «Сельская ипотека» позволит жителям деревень и даже горожанам, которые хотят переехать за город, получить жилищный кредит по ставке до 3% годовых, максимальный срок ипотеки – 25 лет, сумма займа до 3 миллионов рублей, первоначальный взнос – 10% стоимости суды. Программа инициативного бюджетирования в цифрах. В самом начале реализации процент софинансирования гражданами составлял всего 3%. Сегодня эта цифра выросла до 5%. Центр столицы постепенно меняет свой облик. Общеизвестно, что большая часть домов на улице Николаева и улице Гагарина – 60-х годов постройки. Их фасады с течением времени обветшали, не говоря уж о балконах. Именно они во многом портили внешний вид. Уже несколько лет в таких домах идет ремонт. Балконы обвешивают панелями, устанавливают новые стеклопакеты. Только в этом, по программе инициативного бюджетирования, полностью отремонтировали 60 балконов в 4 многоквартирных домах. На эти цели было предусмотрено 4 миллиона 700 тысяч рублей. По программе софинансирования более 1 миллиона из этой суммы собрали жильцы. Полная утилизация и переработка отходов – мечта всех экологов планеты. Чистый воздух, вода, почва – все это возможно, если научиться вторично, цивилизованно и безопасно перерабатывать мусор. Об этом говорили за кругом столом в Новочебоксарске. Здесь собрались представители органов власти, общественных объединений, предприятий, работающих в сфере переработки. Подробности в нашем сюжете. Республика системно работает в этом направлении. Сегодня полигон ТБО в Новочебоксарске и мусоросортировочный комплекс в Чебоксарах отправляют на вторичную переработку только 10% ТКО. А надо бы гораздо больше – до 70%. Для этого надо наладить полный технологический цикл с соблюдением всех стандартов природного законодательства, как это делают в некоторых странах. Ученые и специалисты уже давно говорят об экотехнопарках как важнейшей составляющей мусорной реформы. Именно с их помощью можно повторно использовать ТБО – экономить на землях для свалки, обеспечив тем самым экологическую безопасность. Надо отметить, что до 2024 года доля коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых отходов, составит 36%. И это дает для нас предпосылку развития в том числе и экотехнопарков, предприятий по вторичной переработке. Экотехнопарк должен объединить существующие предприятия, создать дополнительные производственно-технологические комплексы для глубокой переработки отходов, отмечает Марина Трофимова. Уже через 10 лет на переработку должно будет направляться до 80% всех отходов. Завод планируют построить в городе спутники. Работать он будет на автономном энергосбережении. В качестве готовой продукции инвестор видит жидкое печное топливо, метан, органические удобрения, синтетическую нефть, тепло и электроэнергию. Это планы на будущее, а пока специалисты готовят комплекс решений, который даст старт реализации проекта. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика. Государственное унитарное предприятие «Фармация», Министерство здравоохранения «Чувашия» на страже здоровья жителей республики с 1924 года. А это без малого 95 лет. Юбилейное мероприятие прошло в Чувашском государственном академическом драматическом театре. Сегодня мы отмечаем 95-летие, и нам есть чем гордиться. Поводов для гордости действительно немало. На протяжении всех 95 лет «Фармация» – синоним надежности. Предприятие не только обеспечивает необходимыми лекарствами населения республики, но и является их поставщиком в медицинские организации «Чувашии». Обеспечение льготными лекарствами также в приоритете работы предприятия. Коллектив «Фармации» – большая семья, вырастившая не одно поколение провизоров. Сегодня в аптеках «Чувашии» трудятся представители 13 династий. Думаю, что наше будущее поколение тоже продолжит по нашим стопам. Постоянство – залог успеха, уверена «Фармации». Многие работают бок о бок более 40 лет. Здесь работают люди, влюбленные, любящие свою профессию, преданные своему предприятию. У многих моих коллег в трудовой книжке одна единственная запись. Принята в аптеку и на всю жизнь в одном коллективе. Сотрудники «Фармации» пополнили ряды заслуженных работников здравоохранения республики. были награждены почетными грамотами Государственного совета Чувашской республики. И мне сегодня приятно говорить о том, что действительно благодаря нашему государственному предприятию, благодаря вашему труду мы сегодня держим стабильность лекарственного обеспечения. Опираясь на почти вековой опыт, «Фармации» и в дальнейшем планируют ориентироваться на профессионализм, взаимное уважение и доверие. В планах – открытие музея, посвященного истории развития аптечного дела Чувашской республики. Со дня рождения основоположника Чувашской поэзии Михаила Сеспиля исполнилось 120 лет. Этой дате посвятили межрегиональный литературно-творческий конкурс «Новая волна». Талантливые школьники и студенты Чуваши и Татарстана Мариэл Ульяновской и Самарской областей встретились в финале конкурса. По словам самих участников, так они чувствуют себя ближе к чувашской культуре, продолжают дело знаменитого земляка. В моих глазах Чешпиль Миши – очень сильный человек. В его стихах есть какая-то надежда, уверенность в себе. Конкурсные работы посвящали не только Михаилу Сеспилю. Ребята писали о своей жизни, отношениях в школе и дома, затрагивали волнующие их темы. В канун 120-летия нашего знаменитого поэта Чешпиля Миши мы можем смело говорить, будущее молодежи есть. Участники литературно-творческого конкурса – истинные ценители силы чувашского слова. Как и все творческие люди, они ищут вдохновение и строят планы на будущее. Беда в этом конкурсе и творчество Михаила Сеспиля меня вдохновляет. И в дальнейшем свою жизнь я хочу связать с поэзией и думаю, что у меня все получится. Всего в конкурсе приняло участие 120 человек. Работы 46 участников были признаны лучшими в заявленных номинациях и отмечены ценными призами. Организаторы надеются, что лауреаты подобных конкурсов в будущем составят литературную элиту Чувашии. Богдана Дойникова, Юлия Адикова, Игорь Зверев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова